День войск Национальной Росгвардии отметили в Магадане 27 марта. В этом году у нее двойной юбилей – 210 лет со дня образования войск и пятилетия создания федеральной службы войск Национальной Гвардии. Росгвардия создана в 2016 году указом президента Российской Федерации на основе внутренних войск. На Колыме территориальный отдел Росгвардии был образован 30 сентября 2016 года. Я хочу отметить ваш клад в то, что мирная и спокойная жизнь на территории Магаданской области и развитие экономики во многом зависит и от вашей профессиональной деятельности. Всем здоровья, счастья, жизненных сил, энергии, домашнего уюта и тепла. И всем вам хороших успехов в вашей службе. С Днем Российской Гвардии! С праздником, дорогие друзья! На торжественном открытии праздника Росгвардии представители власти Магаданской области выразили военнослужащим и сотрудникам благодарность и вручили ведомственные награды. Сотрудники ОМОНа организовали зрелищное показательное выступление по задержанию преступников. Сегодня мы попытались сделать праздник для всех. Жители города Магадана показать, что есть Росгвардия в Магадане и что она выполняет определенные задачи. И пользуясь случаем, конечно, хотелось бы сказать и поздравить личный состав с праздником, с пятилетиями образования Росгвардии и с 210-й годовщиной образования внутренних войск в системе МВД. Так это было. Ну и пожелательно здоровья, мирного неба над головой. После торжественной части военнослужащие рассказали магаданцам об оружии. Любой желающий, взрослый или ребенок мог подойти к сотрудникам и узнать, для чего предназначено то или иное вооружение. Это пистолет-пулемет ППСР-2М «Вереск». Пришел на смену уже устаревшим ПП-93. Предназначен для ближнего боя. Посетили празднование Дня Росгвардии в Магадане и реконструкторы из поселка Палатка. Они рассказали про вооружение, которое использовалось советской армией во время боевых действий в Великую Отечественную войну. Вот у нас есть образец 1938 года и образец 1944 года. Разница этих карабинов лишь в том, что вот к этому карабину штык пристегивался у солдата, у бойца. На ремне висел такой чехол, где хранился штык. Соответственно, одевался и застегивался. Но это было непрактично. Можно было во время каких-то неурядиц, каких-то перестрелок бежать по окопу и ненароком насадить своего товарища на этот штык. По словам сотрудников ОМОНа, их служба трудна и опасна. Перед военнослужащими стоит много задач. У специалистов этой сферы проходят и спецмероприятия по борьбе с терроризмом и бандитизмом. Сотрудники военных подразделений рассказали о том, насколько важно служить своей родине. Я считаю, каждый молодой человек должен служить в армии. Во-первых, это воспитывает мужской дух. Если он после армии посчитает нужным идти в ряды средств подразделений, я полностью его поддерживаю. Во-вторых, воспитывает человек как мужчину, так и как отца. Сегодня Росгвардия – важнейший элемент системы обеспечения национальной безопасности государства. Военнослужащие и сотрудники ведомства ежедневно рискуют своей жизнью и выполняют ответственные задачи, помогая людям. Специалисты Росгвардии участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан. Разговор о будущем Магаданской области прошел в областной научной библиотеке имени Пушкина. Губернатор Колымы Сергей Носов в режиме открытого диалога встретился с лидерами общественного мнения региона. На встрече подвели итоги 2020 года, рассказали о трудностях борьбы с пандемией в Магадане. В показательном ролике рассказали и о достижениях в области здравоохранения. Для борьбы с COVID-19 в регион дополнительно поступили более 30 новых автомобилей скорой медицинской помощи. В Магаданской областной больнице заработал новый томограф, приобретенный по нацпроекту здравоохранения. Реализован проект единой цифровой платформы в системе здравоохранения. Автоматизирована служба по диспетчеризации санитарного автотранспорта, созданного управлением подробных пациентов. Уделили внимание и сфере строительства Магаданской области. На встрече представители общественности задали свои вопросы о дальнейшем развитии Колымы. Одним из интересующих для активистов стал вопрос о затяжном запуске бассейна по улице Октябрьской. В отношении задержки проекта уже возбуждено уголовное дело. Продолжается строительство и нового жилого комплекса на улице Нагаевской. Произошла замена подрядчика, потому что предыдущий оказался недобросовестным и будет за это отвечать. В отношении него могут возникнуть и уголовные дела. Теперь работа над жилым комплексом продолжается с новым подрядчиком. В этом году новое здание планируют ввести в эксплуатацию. На улице Карла Маркса в доме номер 54 Анна вчера случился пожар. По словам свидетелей происшествия, около 9 часов вечера был слышен звук падения, после чего произошел взрыв. Окна в квартире на пятом этаже выбило взрывной волной. В этот момент житель соседнего дома со своей девушкой возвращался домой. Молодой парень услышал крики прохожих и вызвал службу спасения. Там была дверь открыта от домофона. Я туда поднялся, там пятый этаж полностью весь в дыму, открыта дверь. Но я понял, что если дверь открыта, я думал, что кто-то уже вышел. Но в подъезде я никого не наблюдал и я решил просто посмотреть, есть ли кто. И там бабушка была в самом коридоре, она уже лежала. Мне пришлось ее вытащить, она говорит, там еще один. Я зашел в квартиру и там был еще дедушка, он был на кухне. Ну то есть он уже выходил из кухни, но был в очень пошатанном состоянии. Я просто пригнулся, то есть дым выше, я просто пригнулся, осмотрелся. Там просто невыносимо находиться было. То есть буквально там вот эти вот пять минут, и я потом уже смотрел после этого видео, там просто языки пламени из квартиры, ну то есть и в подъезде уже на пятом этаже стоять было невозможно. То есть я даже представить не могу, что было уже в квартире после этого. Просто да, вот просто это все так быстро было. То есть я просто забежал, вытащил их, и вот именно в тот самый момент, когда вот надо было. Александр утверждает, что зевак было столько, что это затрудняло проезд спецтехники к месту происшествия. Тем не менее сотрудники МЧС и скорой помощи прибыли на место в течение 10 минут. Очаг возгорания ликвидировали с помощью двух пожарных рукавов снаружи и изнутри строения. Благодаря отважному поступку и оперативной работе специалистов, этот пожар обошелся без жертв. Теперь молодого парня выдвигают на получение не просто благодарственного письма, а ведомственные медали «Содружество во имя спасения». Подробнее о происшествии рассказал Алексей Войтович. Пострадавшие уже были эвакуированы, они находились на площадке. То есть молодой человек наш, Духонин Александр Денисович, уже в данное время прибыл туда, увидел пожар, проходя мимо, увидел пожар, сообщил службу 112, поднялся по лестнице и вывел двух человек, это женщину и мужчину, из горящего пламени. О случившемся мать героя узнала только утром. Парень из многодетной семьи, по словам матери, подал хороший пример не только для младших сестер и брата, но и для других жителей нашего города. Мать Александра рассказала о том, какие качества она вкладывала в сына. Как-то потихонечку, помаленечку вкладывалась самое хорошее, самое доброе, что людям всегда нужна помощь, что он должен помогать, и также к себе откликнуться люди тоже будут, когда-нибудь помогут. Я очень горда своим сыном, я его очень люблю, и за его поступки, которые он делает, я, конечно, горжусь. По словам сотрудников МЧС, неравнодушие к окружающим спасает жизни людей. Телефон службы спасения 112. Отлично Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...